Комиссия Сейма по иностранным делам признала насилие России в отношении мирного населения Украины и других стран терроризмом, а Россию государством, поддерживающим терроризм. Как сообщил агентство ЛЭТа председатель комиссии по иностранным делам Рихард Колс, в принятом комиссии заявления содержится призыв к другим странам-единомышленникам высказать мнение, что Россия является государством, поддерживающим терроризм. Депутаты категорически осуждают военную агрессию России и масштабное вторжение в Украину, осуществляемое при поддержке участия белорусского режима, а также призывают евроатлантическое сообщество и его партнеров срочно усилить и ввести всеобъемлющие санкции против Российской Федерации с целью остановить способность российской армии продолжать военную агрессию в Украине. Политики призывают также увеличить военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украине и поддержать инициативы, которые осуждают военные действия России на Украине и призывают к ответственности виновных, а также изолировать Россию от международных и региональных организаций и принять аналогичные решения, а также наложить эквивалентные санкции в отношении Республики Беларусь. В заявлении, принятом комиссией по иностранным делам, содержится призыв государственным членам ЕС немедленно приостановить туризм и ограничить выдачу въездных виз гражданам России и Беларуси. Данный документ может быть рассмотрен сеймом уже на следующем его заседании. Домохозяйство Того, на какую именно поддержку со стороны государства могут рассчитывать такие хозяйства, пока неизвестны. При общем росте цен на газ и энергоносители, жители страны активно ищут возможности и источники более дешевой возобновляемой энергии, и уже порядка 1300 латвийских домохозяйств воспользовались государственными программами поддержки по установке солнечных батарей. На следующей неделе правительство примет решение о запуске пакета господдержки населения на 350 миллионов евро. Министерство обороны для согласования направило сообщение о введении службы государственной обороны в Минфин, МВД, Министерство благосостояния, юстиции и здравоохранения. Из документа следует, что в течение пяти последующих лет должна быть создана комплексная система призыва, предусматривающая выявление практически всех граждан мужского пола, достигших 18-летнего возраста, оценку их соответствия требованиям службы государственной обороны и призыв на военную службу как можно большего числа граждан. В армию будут призываться молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Служба государственной обороны включает в себя три разных вида воинской службы. Служба в частях национальных вооруженных сил, взаимосарда и специальную военную подготовку студентов, вузов, а также альтернативную службу. Для регистрации и призыва граждан на службу планируется создать новое учреждение государственного управления с региональными отделениями. А пока оно не начнет свою работу, эти функции будет обеспечивать НВС. Что касается медицинских осмотров призывников, то планируется создать систему с критериями оценки, а заключение о здоровье молодого человека будет давать его семейный врач. Отрицательное решение будет оценивать специальная медицинская комиссия. Планируется, что в 2028 году для службы в подразделениях НВС одновременно могут быть призваны до 6000 солдат. Кроме этого, до 1200 солдат будут служить взаимосарды и до 300 будут проходить специальную военную подготовку для студентов, вузов. Граждане, которые не могут нести службы по своему мировоззрению, либо религиозным убеждениям, смогут заменить ее альтернативной службой. Министерство обороны планирует проводить такие призывы два раза в год. Призыв может быть отложен в случае, когда молодой человек еще получает среднее или среднее профессиональное образование, но такая отсрочка будет действовать только до достижения 24-летнего возраста. Срок армейской службы составит 11 месяцев. Военнослужащие будут получать ежемесячные компенсации в размере 300 евро, а после окончания службы выходное пособие предположительно в размере 1100 евро. Эти суммы могут быть пересмотрены в зависимости от экономической ситуации в стране. Также военнослужащим будет представлено социальное страхование. За минувшие сутки в Латвии было выявлено 1705 новых случаев заболевания COVID-19. Скончались три пациента, которые входили в возрастные группы от 40 до 49 лет, от 80 до 89 лет и от 90 до 99 лет. Кумулятивный показатель заболеваемости COVID-19 на данный момент составляет 976 случаев на 100 тысяч населения. В целом проведено 5134 лабораторных тестов на COVID-19, из них доля положительных составила 30%. В Дагополсе за минувшие сутки прирост инфицированных коронавирусом составил 78 человек, и общее количество заразившихся достигло 1173 жителей. В Ахждаговском крае – 226. С начала пандемии в Латвии лабораторное заболевание было подтверждено 866 034 человек. Городской бюджет 2022 года не предусматривает лишних трат, тем более сейчас, когда ежемесячно увеличиваются тарифы на тепловую энергию и электричество. Когда решается вопрос, кто в дальнейшем будет платить за школьные обеды и так далее, в этой связи в повестке не о самоуправлении, не значатся такие вопросы, как снос памятников или переименование городских улиц. Об этом на очередной пресс-конференции заявил мэр Дагополса Андрей Элснич. Как вы знаете, Дума обратилась в национальный суд и ждет решение. Это первое. Второе – у нас идет дискуссия с Министерством регионального развития, скажем так, по целому ряду процедурных моментов, но денег на это нет. Все, что касается школьного питания, данный вопрос на сегодняшний день рассматривается с точки зрения принятого решения правительства о повышении стоимости с евро 42 до 2,15, но на сегодняшний день самоуправление, скажем так, в большей степени лучше поддержит детей, чем будет финансировать снос памятников. Мэр подчеркнул, что еще на протяжении сентября и октября в отношении организации питания в школах все останется как есть. Затем решение будет приниматься, исходя из действующей ситуации. Стоимость питания введена не будет, означает, что родительского софинансирования в сентябре и октябре еще не будет. Сейчас этот вопрос мы прорабатываем, но сентябрь и октябрь дети должны прийти в школу, начать питаться, фирмы должны начать работать и организовывать питание детей, поэтому этот вопрос будет рассмотрен позже. Отметим в новом учебном году для обеспечения бесплатными школьными обедами учащихся начальной школы из городского бюджета придется выделить порядка 300 тысяч евро. Для обеспечения бесплатными школьными обедами учеников основной и средний школ в городском бюджете необходимо будет найти еще порядка миллиона евро. Принимая во внимание высокий спрос на оформление документов от удоверяющих личность, характерный для летнего периода, Управление по делам гражданства и миграции обеспечивает в нескольких отделениях оформление и выдачу паспорта, а также ID-карт по субботам в порядке живой очереди. В доопуском отделении это можно будет сделать уже 10 сентября с 8 до 16 часов. Услуги будут предоставляться в порядке живой очереди без предварительной записи. Клиентам будет выделено определенное количество номерков, и каждый человек, имеющий номер, будет обслуживаться в соответствии с его местом в очереди. Если необходимо оформить паспорт или ID-карту на ребенка до 9 лет включительно, его присутствие необходимо будет только один раз. Если это будет в момент получения документов, то при оформлении родитель должен принести с собой фотографию ребенка, сделанную в фотосалоне. Руководство управления, принимая во внимание увеличение числа случаев заражения COVID-19 в стране, рекомендует клиентам при посещении находиться в защитной маске для лица. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова